МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Политики и чиновники станут по-новому декларировать доходы. Черный дыр. Почему не находят угнанные машины? Расследование программы. Тарифные войны. Под стенами Кабмина и в зале парламента эмоции зашкаливают. Блицкрип спецназа. Аресты отцов санкарной мафии. Эксклюзивные подробности от главного военного прокурора. Такие сегодня главные темы недели и главные темы программы. Я Дмитрий Анопченко. Здравствуйте. Ну и начнем. Начнем все же не с политики, как мы с вами привыкли, а с футбола, который сегодня способен подарить куда больше радости, чем политические баталии нашего парламента, от которых мы с вами все устали. Главное событие недели, да и не только недели. Ровно через два часа финал чемпионата. Матч Португалия-Франция. На окраине Парижа, в Сен-Дени, на стадионе Стадо Франц, откуда мы сейчас получаем картинку, 80 тысяч зрителей. 5 тысяч полицейских и у стадиона, и у Эфелевой башни. Ага, да, картинка у нас от Эфелевой башни. Вот там расположилась самая большая фан-зона. Ну и полиция говорит, что задействованы, ну просто все, кто мог, на один офицер на 50 зрителей. Из Парижа к нам в прямом эфире. Вот сейчас присоединяется Светлана Чернецкая, наш корреспондент. Да, Свет, ты в гуще событий, я насколько понимаю, да? Расскажи, вот насколько серьезны меры безопасности и все ли спокойно. Дима, то, что творится сейчас в сердце Парижа, можно описать только одним словом. Это безумие. Правда, в самом хорошем смысле этого слова. Все кричат, гудят, дудят, сигналят. В общем, атмосфера полного счастья и радости. Даже больше в отношениях между болельщиками команд соперниц царит полная гармония. Португальская община во Франции очень довольно большая, поэтому люди привыкли жить в мире и дружбе. То, что касается мер безопасности, то ты уже сказал, что они очень серьезные. Здесь хорошо помнят события ноября прошлого года, когда в Париже произошла целая серия нападений. Тогда от рук террористов погибло 130 человек, еще более 350 получили ранения. Кстати, вот тогда эти чудовищные теракты начались со взрывов под стадионом Стадо-де-Франс, где вот буквально через два часа и начнется финальный поединок национальных сборных Португалии и Франции. Ты уже сказал, что действительно очень много полицейских. Их здесь где-то 5 тысяч. Также привлекли и военных. Инцидент уже один был. Это произошло буквально час назад. В отеле, где располагается французская сборная, нашли подозрительную сумку. Тут же вызвали команду саперов. Они произвели контролируемый взрыв. Тревога оказалась ложной. Никто не пострадал. И в сумке ничего опасного не обнаружили. Но вот это показывает, как серьезно здесь относятся к любым угрозам. Но вот на данный момент могу всех успокоить. Здесь все хорошо и атмосфера очень веселая. Я прерву. Я дам еще тебе время рассказать обо всем. Просто очень маленький, вот короткий вопрос. Я сказал, что самая главная, самая большая фан-зона около Эфелевой башни. За твоей спиной, я так понимаю, не так много людей. Где все находятся? Вот где все эти сотни, тысячи болельщиков? На Елисейских полях? Вот там вот чуть ниже? Не-не-не-не. Да, они, получается, чуть-чуть ниже за мной. Их отсюда не видно. Там очень большой забор поставили. И просто если бы мы подошли ближе, вы бы ничего не увидели. Вот поэтому мы отошли. Людей будет здесь больше 100 тысяч. То есть внутри фан-зона помещает где-то 92 тысячи. Но людей будет намного больше. Кстати, еще скажу, поскольку ты меня спросил, что всегда проходит парад победителей. Если выиграет Франция, то, конечно же, ожидали, что по центру Парижа пройдет парад победителей. Но вот сегодня решили этого не проводить, поскольку все-таки боятся провокаций и все-таки не рискуют. Спасибо, что вышла с нами в прямой эфир. Ну, огромная просьба. Просто возьми камеру, давай вот у тебя будет следующее включение. Подойди туда. Мы хотели бы увидеть, сколько болельщиков, как они готовятся к матчу. Светлана Чернецкая была с нами на прямой связи, в прямом эфире из Парижа. Там установлена наша камера. Ну и будем к Парижу еще сегодня. И, думаю, не один раз возвращаться. Ну, а пока, пока что давайте о происходящем в стране поговорим. Ну, а тут, тут в разгаре газовые скандалы. Фигурантами которых стали и герой прошлой недели, народный депутат Александр Онищенко. Парламент дал согласие на его арест, снял неприкосновенность. И новые персонажи. Люди из окружения Януковича, тот же Николай Злачевский. Впрочем, по порядку во всем разберемся. В чем обвиняют нардепа и куда он сбежал? Этот вопрос выясняла Елена Зорина. Дело на миллиарды. Главный фигурант – народный депутат. Ставлю на голосование питание про надание сгоды на арест народного депутата Украины Онищенко Александра Романовича. 260 тысяч за. Обыски у адвокатов в машинах, домах и офисах. Их следствие тоже считает фигурантами газового дела. Илья, подождите, а чей кабинет мы обыскиваем? 40. Что это было? Банальный передел бизнеса или реальная борьба с махинациями? И при чем здесь государственная газодобывающая компания «Укргаздобыча», которая оказалась в эпицентре скандала? Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий говорит ничего личного. Газовое дело расследуют уже более полугода. В нем почти два десятка персонажей. Многие арестованы. Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан объясняет, как могла работать схема, говорит идея попередника в времен Януковича. За подобной схемой там працюйла компания под контроль Незлочевському, Ставицькому. На каждой тысяче кубометров газа, по версии следствия, зарабатывали по 4 тысячи гривен. И так на протяжении двух лет. Частные фирмы по договору с государственной компанией «Укргаздобыча» добывали газ. Затем по заниженной цене продавали на аукционе. Топливо доставалось заранее известным компаниям. А те уже продавали газ по рыночной цене в трое дороже. Разница оседала в чьих-то карманах. Антикоррупционная прокуратура утверждает, за частными компаниями стоял нардеп Анищенко. Гроши переводилися в готівку, а далее были топ-зерки, далее были конкурсы, далее кони, яхты, летаки. Очевидно, что участники цієї схемы абсолютно не боялись, ніяких покарань. Там навіть є родичі у Нищенка, там є його матір, яка керувала цими підприємствами фактично. Там були задіяні адвокати, юристи. На этой неделе новый виток дела детективы НАБУ против адвокатов. Например, обыск в офісі Андрея Цыганкова. Это адвокатская беседа. А мне кажется, что тут не имеет отношения к делу. Я ж не знаю. Детективы НАБУ, наверное, предполагали, что они зайдут в офіс Цыганкова, у него стоят палеты с деньгами. Формальный повод – это возможная причастность Цыганкова к газовым схемам, а именно регистрация цыганковым компанией. Адвокат Черезов присутствовал во время обыска. Говорит, Анищенко не клиент Цыганкова. Тот защищает других фигурантов газового дела. В результате трехчасового обыска ничего не было изъято. В НАБУ утверждают доказательства есть. Сам Цыганков в тот же день покидает Украину. Нам удается его разыскать. Я нахожусь за пределами Украины, в Германии. Целью было сохранить от совладения сотрудниками НАБУ адвокатское досье, майор технику, и честно обеспечить адвокатскую тайну своим клиентам. Возвращаться в Киев адвокат не собирается. Обвинение, мол, через его счета переводились газовые деньги, отрицает. У меня есть мои счета, как адвоката, в которых я плачу подоходный налог. Причина одна – воздействие на меня, как на адвоката в данном деле. А где же главный фигурант газового дела? Любитель топ-моделей и лошадей. Миллионер Анищенко никогда не скрывал – любит красивую жизнь. Когда в парламенте решалась судьба нардепа, его уже не было в Украине. Хотя еще за несколько дней до этого выезжать из страны не собирался. Я же здесь нахожусь, я никуда не уезжаю. Центр Киева, пять минут ходьбы до Крещатика и Бессарабской площади. Именно здесь, в одном из элитных комплексов, расположен офис сбежавшего нардепа Александра Анищенко. Теперь в общественной приемной нет даже работников. И двери закрыты. Не появляются. Ну сколько, сколько. Ну, после обысков. Где же скрывается нардеп? Сам Анищенко в фейсбуке написал – в Австрии. Следствие думает иначе. Он из Киева 2 липня полетел до Минска. Все, кто хочет попасть в Москву, летают через Минск. Адвокат Ольга Просинюк – одна из немногих, с кем Анищенко поддерживает связь. У меня нет данных, что до России он переживает за свое жизнь. Впрочем, пока нардепу даже подозрение не предъявлено. Поэтому он может спокойно путешествовать по миру. Объявить в международный розыск его смогут не раньше 19 июля. Обычно на это уходит 3-5 дней. Это просто процесс, конвейер, каждый ступень которого имеет свои сроки на исполнение. Но сейчас главная интрига – что же будет с госкомпанией «Укргаздобыча». Как станет дальше работать после всех скандалов? Ходили слухи, якобы компанией интересуются люди из-за океана. На святое место пусто не бывает. Не думаю, что здесь американцы, вот именно американцы хотят прийти на место Анищенко в этом бизнесе. Скорее всего, крупный собственник. И только тогда, когда уже ситуация будет вполне легальна. Прокуроры же спокойствия не обещают ни компаниям, ни тем, кто за ними стоит. Анонсируют новые обыски и аресты. Но кого накроет очередная волна, пока держат в тайне. Елена Зорина, Мариана Бурякова, Сергей Килимник. Подробности недели – телеканал «Интер». И еще об одном громком деле с запахом газа заявила на этой неделе Генпрокуратура. Главный фигурант Николай Злачевский, министр экологии и природных ресурсов в правительстве Азарова. Человек, который при прошлой власти занимался выдачей лицензий на добычу нефти и газа. Силыки выяснили, он имеет прямое отношение к частной газодобывающей компании, которая, как заявил генпрокурор Луценко, не доплачивала налоги и бюджет лишился на минуточку миллиарда гривен. Мол, несколько фирм в газовой цепочке были фиктивными. Обыски прошли в Киеве, области, еще трех регионах, но пока никого не задерживали. На британских счетах экс-министра арестованы 23 миллиона долларов, но он сам, похоже, от этого не обеднел. Хоть и объявлен в Украине в розыск, спокойно разъезжают по миру. Ну вот недавно его в Монако видели. При этом Злачевский и о своем киевском имуществе до последнего времени не особо волновался. В центре Киева работает его магазин, где продают обувь из кожи страуса и крокодила. И большой вопрос, что с роскошной яхтой и автопарком Злачевского, в котором были шикарные машины. К счастью, хотя бы это расследование не зависит от депутатов. Потому что согласие на арест Онищенко парламент дал вроде бы и большинством голосов, но с трудом, со спорами и криками. В парламентских кулуарах говорят, консультации продолжались даже в тот момент, когда вопрос уже рассматривался в зале. А потом работа и вовсе стала. А вот почему, знает наш парламентский корреспондент Катя Лысенко. Эмоции в Раде зашкаливали. Споры, крики, ультиматумы. Сначала одни трибуны блокируют, потом другие, чтобы первые не заблокировали. Еще чуть-чуть и просто подрались бы. В зале смешалось все. Дорогие пиджаки, вышиванки, камуфляж. Кто-то сидячий протест устраивает, кто-то подпирает стульями двери, откуда в зал должен спикер войти, а в его кресле кто только не побывал. Боевое настроение задал первый же вопрос недели неприкосновенности Онищенко. Но если за этот вопрос, хоть и со спорами и взаимными обвинениями зал проголосовал, то дальше работа просто остановилась. Трибуна заблокирована. Заседание закрыто. Работа, по сути, на несколько дней остановилась. Радикалы и Батьковщина окружили трибуны и заняли президиум. Мол, не дадим работать, пока тарифный вопрос не начнете решать. Тарифная политика – это номер один на сегодняшний день. И социальные стандарты. Давайте это развязать в первую очередь. Это создание ТСК по оборудованности тарифов. И это право меньшинства. 150 голосов нужно, чтобы ее создать. Даже не хотят в порядок день вносить это вопрос. И поначалу большинство вроде было и не против. Но за вночь в лучших традициях этого парламента все переиграли. Комиссию создавать передумали, зато снова надумали блокировать. Но уже не Батьковщина с радикалами, а БПП с Народным фронтом. Дежавю. Вроде бы все как вчера, только назвали по-другому. Было принято решение, где блокировать и президию, и трибуну. Мы готовы до переговоров, но до переговоров, когда размышляют дворец. На жаль, остановился диалог. На жаль, есть реальная загроза боя и силового противостояния. Это еще один круг до сроковых выборов. Тариф – это то, по поводу чего у всех политиков есть свое мнение. И не важно, где ты сидишь – в кресле или на полу. Тема уж слишком чувствительная. Ты промолчишь, и о тебе избиратель говорить не будет. Наша фракция уверена, что мы сделали соответствующие рассчитывания, что тарифы можно спокойно снизить на 30%, а возможно и на 40%. Уряд выделил 40 миллиардов гривен на субсидии. И только 800 миллионов гривен этого выделил на энергомодернизацию. То есть, уряд просто консервирует проблемы. Фракция БЮТ, она пошла уже просто вабанки, и она будет блокировать и на следующем неделе. А в планах Батькищины и действительно блокада, причем она и на следующей неделе может продолжаться. Народный фронт и блок Петра Порошенко решили, что страну, народ можно ломать через колено. Мы через блокирование будем требовать, чтобы был созданный круглый стул. Если они на него не пойдут, мы будем продолжать блокировать парламент. Они также говорят, ну, хай, каже, Тимошенко не осуществляет темчасовую следовательную комиссию. Я хочу сказать вам, что если нужно просто эту справу загубить, то нужно дать блоку Петра Порошенко осуществляет темчасовую следовательную комиссию по тарифам. Фронтовики в ответ не прячут камуфляж, а тарифные требования воспринимают разве что с иронией. Давайте посмотрим, доживем до наступного тижня, и мы все увидим. Хотя куда уже ждать, ведь следующая неделя последняя перед летним отпуском. Но, похоже, и она пройдет не в результативном голосовании, а в бесконечных спорах. Работа этого парламента на сегодняшний день – это больше шоу, чем эффективность. И самое ужасное во всей этой ситуации, что война в стране, тарифами никто не занимается, проблематика во всех областях экономика, образования, медицина не решается, а парламент жертвует своей отдельной жизнью. Это системный политический кризис. Пять фракций взяли на себя ответственность в 2014 году, когда сформировали коалицию. Они в составе этой коалиции просуществовали не так долго и развалились. В результате из коалиции на пять получилась коалиция на два. И теперь трое обиженных, имеющие на сегодняшний день гораздо более высокие рейтинги, чем те две фракции, которые контролируют правительство, пытаются изменить состав парламента. Поэтому, я думаю, что будет продолжаться этот кризис. Он носит системный характер, он будет продолжительным и закончится перевыборами парламента. В любом случае, у этой Рады осталось только четыре рабочих дня. И все, каникулы. А что слуги народа за это время успеют, пожалуй, и для них самих – большой вопрос. Екатерина Лысенко, Иван Ермаков, Ирина Диченко. Подробности недели – телеканал Интер. Тарифы – тема настолько резонансная, что на этой неделе и без акций протеста не обошлось. Причем масштабных таких в столице давно не было. Тысячи людей пришлось даже движение перекрывать. Как это было, видела Павлина Василенко. Несколько десятков тысяч человек со всей Украины идут в поход на Кабмин и Верховную Раду. Европейским ценам европейскую зарплату. Протестуют против тарифного геноцида. Так называют новые цены на услуги ЖКХ. Вымоги простые. Прежде всего, это тарифы на жилово-комунальные послуги, это цена на газ. Акция не политическая, а социальная. На марше обошлось без партийных флагов. Людям сегодня не нужна истерия на тему тарифов и зарплат. Людям нужны низкие тарифы, перед всем, и высокие зарплаты. Те, на которые они заслуговывают. И нормальная, полноценная европейская пенсия. Протестующие передают в правительство петицию. После Кабмина колонны движутся к парламенту. Вместе с протестующими против высоких тарифов в одном строю идут и шахтеры. Опять же, зарплата. Декабрь зависла. Квитень, травень, червень. Мы ничего не получаем. Ребята ходят на работу полуголодные. Полуголодные реально. Шахтеры требуют развития угольной отрасли. К сожалению, она сегодня уничтожается. И причем мы видим, что сегодня к нам на рынок заходят по большей степени польские угли. Идет развитие угольной отрасли других стран. Лидерам профсоюзов удалось встретиться с премьером и ключевыми министрами. Министр соцполитики о тарифах почти не говорит, но обещает. Правительство пересмотрит минимальную зарплату. Мы отримали доручение от премьера министра Украины. Допрацовать с врахованием вымог, которые нам сегодня передали профсоюзов. Мова идет о подготовке ряда законопроектов, которые суттево реформуют вопросы заработной платы и минимальной заработной платы. Правда, когда законопроекты попадут в парламент, в Кабмине не уточняют. А у депутатов до каникул всего неделя. Павлина Василенко, Руслан Смещук, Василий Миновщуков. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну, как-то, согласитесь, не очень понятно, ответил министр. Поэтому, как будут реагировать в правительстве, давайте разберемся. Узнаем прямо сейчас. С нами на связи вице-премьер Павел Розенко. Человек, который долгое время был министром социальной политики, но теперь в статусе вице-премьера курирует это ведомство. Павла Валерьевичу, да, дякую. Вечер добрый. А как вы особисто сприняли акции протеста, которые просто под вашими векнами были? Вы не боитесь, что восени, когда люди начнут платить за тепло, и максимально відчут подорожчання уже на тысячи, как сейчас. Вже больше людей выйдет. Ну, хочу сказать, что протести, пікетирование – это невидъемная часть политической борьбы, которая, на жаль, постоянно тревает в Украине. Зокрема, это переносится в стены Верховной Ради Украины. Своего боку, Кабинет Министров Украины готовы говорить, как с народными депутатами Украины, так и с суспільством. Честно, відверто, прямо про те проблемы, которые сегодня хвилюют громадян. Зокрема, премьер-министр Украины проводил встречи с пикетовальниками, которые принимали участие в акциях протеста. Это была абсолютно конструктивная рабочая зустріч, в которой была чітко доведена позиция уряду, щодо того, что в процессе поднятя цін на житлово-комунальні послуги, в першу чергу, социально незахищене верстне населення, урядам будет належным чином захищене через программу субсидій, через інші програми социального захисту населення. Ну, чекайте, ви кажете, захищені через программу субсидій, але, вибачте, ну, чи вистачить у бюджеті грошей, щоб всім заплатити? Чи не станеться так, що просто до кінця року того, що запланували, того, що там в бюджеті виділили, з такими тарифами взагалі не вистачить нікому? Ми вже маємо досвід роботи системи субсидій, модернизованої системи субсидій. І ми абсолютно чітко розуміємо, що цих коштів нам вистачить абсолютно нормально для того, щоб увійти спокійно в новий опалювальний сезон. У зв'язку з тим, що опалювальний сезон починається в цьому році, а закінчується в наступному році, у нас є абсолютно всі можливості для того, щоб у разі того, якщо ми побачимо, що йде зайве, доволі високе витрачання коштів на систему субсидій, ми можемо оперативно або внести зміни до державного бюджету України цього року, або вже наступний фінансовий рік в наступному державному бюджеті України внести додаткові кошти на систему субсидій. Таким чином, я думаю, що жодних проблем з фінансуванням субсидій в Україні не буде. Добре, дякую за розмову. Віц-прем'єр Павел Розенко був у нас на связі. Ну і просто, щоб розуміти масштаб проблеми, давайте з субсидіями, о которых ми тільки що говорили, розберемося. Все більше українців вимушено інтересуватися, ну а де, власне, знаходиться управління соцзащити? Да-да-да, щоб оформити субсидію. Це приходиться делать даже тем, хто считає себе средним класом. В масштабах страны субсидії вже не вишенка на бюджетному торте, а довольно большой його кусок. В прошлом году це почти 20 млрд гривень. В этом должно быть 40 млрд. І то, цієї суми може не хватить. Возможно, що придеться ще в бюджете предусматривати і просити. Ну і прогноз Минфина на следующий год. Субсидії съєдят под 90 млрд гривень. Огромна сумма. Це почти стільки, скільки державися на фінансірування армії. І після всіх повышений коммуналки нынешнього року, за субсидії, скоріше, підтє каждая втора українська сем'я. Це, между прочим, офіціальні данні. Данні Минсоцполитики. Требують субсидії не платити, а отмити повышення тарифів, судиться оппозиція. В окружному административному суді столиці є иск с требованням признати незаконним решення НКРІ. Сопредседатель оппозиційного блока Борис Колесников з нами сейчас выйдет на связь. С ним об этом подробніє і поговоримо. Да, вечер добрий. Скажіть, ну а вот є ли можливість у государства снизити цену на газ, снизити тарифи, які сейчас установлені? чи все-таки ви считаєте, що в суді должна бути поставлена точка? Безусловно, у держава є можливість знизити тарифи, по сравненні з тим, які вони установилися з 1-го іюля. Але дело навіть не в цьому. Вопрос в тому, що прежде, чим устанавливать такі тарифи, кожна українська сем'я должна мати можливість розсчитатися під тарифами. Тому, зократив бюрократичне управління страной, закінчув з контрабандою і з обналичуванням денег, можна удвоїть пенсію, які ресурси у государства є, і удвоїть зарплату в бюджетной сфере. Тим самим, кожна сем'я буде мати можливість розсчитатися під действуючим тарифом. І, відповідно, економити, мати живість гроші. А параллельно, потрібно вести процес сокращення, мінімізація затрат на жилищно-коммунальні условії. Другого пути в мире не бывает. Ну, послушайте, коли ви цей путь предлагаєте, ви же понимаєте, що це путь не быстрий, що це путь на годы. А правительство утверджає, що оно пошло на це решення только для того, щоб выполнить требования МВФ, щоб продовжити сотрудничество з фондом. Не буде цього решення, не буде транша. Вот с цим, як быть? Транш же нужен країне. Ми правильно сказали, що МВФ – це кредитна організація. Т.е. вона займає гроші і десь бути вважена в тому, що ці гроші вернут. А не можна спробувати відказатися від займа денег. Зараз річ йде о займе в 1 млрд 700 млн грн. доларів. Под це просять тарифи, под це просять увеличити возрастной ценз выхода на пенсію, і под це просять объявити свободний ринок продажу української землі. За 40 млрд грн. Україна должна жити по принципу, як в советському анекдоті, що людина живет в житті 8 років, 7 років до школи і год на пенсію. Так вот, цей год патаються відняти. Средня продолжительность жизни мужчин 66 років, пенсіонний возраст 60 років. Якщо його підняти, то ви просто не доживете до пенсії. Продати невосполнимый ресурс українську землю просто невозможно, тому що в селі сьогодні живет третє населення України. Т.е. третє населення України, 14 млн чоловік, остануться без средств к существованию. Речь под човеку идет о 40 млрд грн. Просто сократите расходы на 40 млрд грн и не слушайте никакие кредитные организации. Надо быть самостоятельным и самодостаточным. Спасибо. Вот такое мнение. Борис Колесников был на связи со студией. Так что сразу два мнения мы с вами услышали. Сейчас по поводу тарифов и субсидий. И представителя правительства, и одного из тех, кто активнее всего это повышение критикует. Ну и чтобы поставить точку в этом разговоре, давайте еще раз вспомним статистику, просто сравним, как росли социальные стандарты и как тарифы в нашей стране росли. Два месяца назад, в мае, минимальная пенсия и зарплата были повышены на 6%. Еще одно повышение ожидается в декабре на 10%. Звучит вроде бы громко, но на самом деле это по 117 грн пенсионерам и по 150 грн тем, кто получает минималку. А вот тарифы растут просто несоразмерно, катастрофически. Горячая вода и отопление подорожали почти вдвое. Электроэнергия на четверть. А уже с сентября набросят еще 20%. Холодная вода уже через месяц подорожает почти наполовину. Ну а если учесть, что еще и газ дорожает, то весь масштаб проблемы мы с вами почувствуем только осенью, когда придут первые счета за отопление. Счета по новым тарифам. И давайте далее сменим тему. Вот пока наши политики о тарифах спорят. Центр политической жизни на этой неделе, все-таки он в Варшаве. Там состоялся саммит НАТО, который сами его участники считают историческим. Альянс проводит полную перезагрузку. Главным вопросом стали планы укрепить восточный фланг НАТО от Прибалтики до Черного моря, который теперь включают и бывшие советские республики. И вот посмотрите, у меня здесь на экране, вам ее укрупнят еще, вы сможете лучше рассмотреть, одна из фотографий с этого саммита, которая была в эти дни опубликована в прессе. Варшава, президентский дворец, большой зал с массивной люстрой. Мало кто обратил внимание, что в этом же зале, за этим же столом, ну под той же люстрой, шесть десятилетий назад происходило очень похожее событие. По иронии судьбы, в этом дворце в мае 55-го года подписали Варшавский договор. Ну вот вы видите сейчас чудом сохранившиеся кадры кинохроники. Главы правительств Советского Союза и еще семи социалистических стран после переговора вышли к прессе и потом подписывают вот только что согласованный документ, которым и был создан главный противник НАТО, организация Варшавского договора. Тогда был окончательно закреплен биполярный мир. Говорят, история повторяется, но в этом случае действительно точно повторяется. Что решали в Варшаве в 55-м, написано во всех учебниках истории. А вот что решили в том же дворце, в том же зале, на современном Варшавском саммите, знает наш корреспондент Оксана Кундеренко. Наверное, не было на Варшавском саммите такого политика, который не произнес бы слова «Украина». Не было журналиста, который не написал бы о нашей стране. Сотни телекамер пристально следили за каждым шагом Петра Порошенко. Он был настолько же интересен прессе, как и Обама, Меркель, Оландо или Кемерон. Переговоры более чем представительные. Здесь, в Варшаве, побывали 18 глав государств и более 20 глав правительств. Дискуссии на саммите были о самых острых конфликтах на планете. Афганистан, Сирия, Ирак и, конечно, о войне на востоке Украины. Россия нарушила суверенитет и территориальную целостность независимой европейской нации Украины. И это явное провокационное поведение в сторону партнеров НАТО. Мы встретились с президентом Порошенко и дали понять, что поддерживаем Украину. Наша страна получит от Альянса крупнейший за все время сотрудничества пакет помощи. Вот у меня в руках этот документ, который президент Украины уже назвал уникальным. Будут созданы новые трастовые фонды. Это даст возможность финансировать целый комплекс новых проектов. От реабилитации наших военных до создания новых систем армейской связи. Здесь, в Варшаве, говорили, что Украина превращается в одного из самых важных партнеров НАТО за пределами Альянса. И хотя о вступлении Украины в НАТО речь пока не идет, оборонную реформу в нашей стране провести помогут. Сейчас нам необходимо провести реформы. Работать тяжело. Мы уже за последние два года сделали больше, чем за 20 лет. И когда мы будем соответствовать всем критериям, народ решит, что делать дальше. Но уже сейчас количество граждан Украины, которые поддерживают членство в НАТО, стремительно растет. Не останется Украина без помощи НАТО и в Минском процессе. Перед саммитом в медиа много говорили, мол, Запад давит на Украину по поводу выборов на Донбассе. И вообще просит поспешить с политическим урегулированием, несмотря на то, что стрельба на востоке страны так и не утихает. Но в Варшаве поддержали Киев. Без прогресса с безопасностью на Донбассе не может быть и прогресса в вопросах политики. В подсумковом документе комиссии Украина-НАТО было чётко зазначено, что политическая часть Минских угод, включая проведение выборов, может быть проведена исключительно после создания необходимых безопасных кондиций. Эта позиция вошла в все документы НАТО и она нашла необходимое подтверждение на встрече страны Пятерки. Вот это самая большая пятерка. Барак Обама, Ангела Меркель, Франсуа Алан, Дэвид Кэмерон и Матео Ренци. На полях саммита они встречались с украинским президентом. И если США и Британия главные лоббисты Украины на Западе, то позиции Франции и особенно Италии уже очень часто вызывали вопросы. В том числе и по санкциям против России. Тот же французский президент наделал много шуму, когда заявил, что Москва нам не враг и не угроза. Нам нужно показать строгость по отношению к России, когда это необходимо, но также необходимый диалог. Строгость и диалог не взаимоисключающие понятия, а нам нужно искать решение. Очень важно показать, что Альянс не занимает агрессивную позицию, что мы не угроза, что у нас нет врага. Но на переговорах в Варшаве все пятеро единогласно договорились Украину поддерживать. Особенно Барак Обама старался показать, что Америка не оставит союзников без защиты. В этом году, кстати, НАТО ждет масштабное усиление восточных рубежей. Международные батальоны численностью до тысячи человек разместят в Польше и в Прибалтике. Я спросила у министра обороны Эстонии, для чего же нужны новые подразделения. Еще пять лет назад мы не могли убедить всех партнеров, что присутствие НАТО в этом регионе необходимо. А сейчас это происходит. Сильный ли это месседж с военной точки зрения? Да, и военный, и политический. Это не холодная война. Глаз за глаз, самолет за самолет, танк за танк. Но Россия все прекрасно понимает. Помимо Украины, в Польше, конечно, обсуждали и другие проблемы. Вот, например, Брекзит. И тут Кэмерон заверил ядерный потенциал Британии в полном распоряжении НАТО. Из этого блока страна не выходит. Также по результатам продлили миссию и выделили деньги Афганистану. Афганистану показали новинки. Вот, например, современный американский беспилотник. А поляки совместно с соседями провели авиационный парад. Похвастались военными самолетами. Но главное, что в отличие от предыдущих встреч в Верхах, где только много беседовали, именно Варшава-2016 окончилась конкретными результатами. Очень позитивными и продуктивными для Украины. Оксана Кундеренко, Игорь Сули. Подробности недели. Телеканал Интер. Польша. Мнение еще одного человека мы только что не услышали в сюжете из Варшавы, самого генерального секретаря НАТО. И вот почему. Он дал подробностям недели эксклюзивное интервью, где ответил на все самые важные вопросы об Украине. Йенс Столтенберг сейчас ньюзмейкер номер один. 57-летний норвежец всю неделю не сходит с телеэкранов. Варшавский саммит НАТО стал для Альянса переломным. Его глава – тот самый человек, от которого все ждали ответа. Как может измениться теперь мир? Ну а я встречаюсь с господином Столтенбергом, чтобы задать совсем другой вопрос. Может ли Украина рассчитывать на Альянс? И кто мы для НАТО? Коль о членстве речь пока не идет. Говоря об отношениях НАТО с Украиной, моя страна для Альянса, союзник, друг или просто сосед, который стал жертвой агрессии и нуждается в помощи? Украина – очень близкий партнер НАТО, которого мы высоко ценим. И одновременно ваша страна – жертва агрессивных действий России, незаконной аннексии Крыма, дестабилизации Восточной Украины. И именно поэтому НАТО продолжает поддерживать вашу страну. Мы предоставляем и серьезную политическую, и практическую поддержку. Ведь для нас неприемлемо, когда нарушается международное право, то, что мы видим в Украине. Для Киева Варшавский саммит стал шансом все изменить. Именно сейчас, когда НАТО, по сути, получило второе дыхание, и Украина может рассчитывать на максимальную поддержку. И должна по максимуму воспользоваться этой возможностью. В итоге, договоренность о том, что Киев может получить особый уровень отношений, расширенное партнерство и так называемый comprehensive package – масштабный пакет помощи. Абсолютно реальный, когда, как выразился украинский министр иностранных дел, НАТО и его члены будут давать столько, сколько Украина сможет взять. Самая обсуждаемая сейчас тема – тот самый широкий пакет помощи. Расскажите о нем детальнее. Комплексный пакет объединит те проекты, программы, все наши усилия, которые предпринимались. Мы даем стратегические рекомендации. Были созданы трастовые фонды для финансирования различных проектов, например, в сфере контроля, логистики, многих других сферах. А сейчас мы добавляем новые проекты, расширяем нашу практическую поддержку как часть этого комплексного пакета. Это и программа по разминированию, и по противодействию гибридной войне, и по стратегическим коммуникациям. Вот три важных сферы, где НАТО теперь может сделать больше для поддержки Украины. И сейчас мы будем активизировать наши действия. Насколько я понимаю, этот пакет помощи должен в том числе помочь реформировать украинскую армию. Я верю, что с вашей помощью она к 2020-му, как по плану, сможет соответствовать стандартам НАТО. А вот когда это случится, страна сможет претендовать на членство в Альянсе? Мы серьезно поддерживаем стремление Украины и украинской армии соответствовать стандартам НАТО, проходить через реформы и модернизацию. И НАТО готово помогать Украине в этом. Это важно, так как Украина сможет обороняться, противодействовать давлению извне, противостоять действиям России на востоке страны. Но тут необходимо сказать, важной частью этих реформ является борьба с коррупцией. Она просто необходима, ведь коррупция разрушает все усилия по модернизации и усовершенствованию вашей армии и оборонных структур. А подавать ли заявку в НАТО, Украина должна решать сама. Если страна подаст такую заявку, она будет рассматриваться так же, как и любая другая. Это суверенное право каждой нации, в том числе и Украины, определять свой путь. И то, частью какой структуры безопасности она хочет стать. О том, что о такой заявке Киев пока и не думает, в Варшаве откровенно сказал Петр Порошенко. Мол, сначала реформы. И лишь потом пусть украинцы решают, куда стране идти. Этого же мнения придерживается и мой собеседник. Украина вначале должна соответствовать стандартам НАТО, наладить взаимодействие своей армии с войсками стран Альянса, а уж потом говорить о формальном статусе. Говоря об украинских реформах, вы считаете, что мы на правильном пути, на пути, который может привести страну в НАТО? Украина демонстрирует значительный прогресс. Я очень приветствую сильную приверженность реформам президента Порошенко, с которым встречаюсь в рамках Варшавского саммита на встрече комиссии НАТО Украина. Украина движется в правильном направлении. Это то, что я приветствую. И НАТО будет продолжать помогать Украине и поддерживать ее в этих усилиях. А поддержка в первую очередь нужна на фронте. Военная, нашим ребятам, чтобы перестали приходить похоронки. И политическая, стране, чтобы минские соглашения по-настоящему заработали. Что сделать, чтобы добиться прекращения огня? Мы очень обеспокоены ситуацией на Донбассе и восточной Украине, так как видим постоянное нарушение режима прекращения огня. Более того, мы видим и препятствия для международных наблюдателей, в частности, из-за того, что сепаратисты сбивают беспилотники, что очень осложняет работу наблюдателей. Единственным путем к мирному решению этого конфликта является полное выполнение минских соглашений всеми сторонами. Соблюдение режима прекращения огня, отвод тяжелого вооружения и, конечно, также создание условий для беспрепятственной работы международных наблюдателей. Также, конечно, осуществление реформ украинской стороной и выполнение всех пунктов минских соглашений. Вы явно слышали об идее украинских политиков использовать полицейскую миссию ОБСЕ на Донбассе. Вы ее поддерживаете? Как вы думаете, это будет работать? Я считаю, что этот вопрос должны решать ОБСЕ в диалоге со сторонами минских соглашений. Я думаю, что принятие решений по этому вопросу не в компетенции НАТО. Для нас важно выполнение минских соглашений. Хорошо, но в случае обострения Украине сложно будет оказать сопротивление. И мы не сможем обратиться к пятой статье, попросив помощи НАТО. Разделяете ли вы мнение многих политиков, что пусть не НАТО, пусть страны НАТО должны увеличить поддержку Украины и, в частности, поставлять летальные вооружения? И альянсы, страны НАТО много помогают Украине, в том числе усилить оборонный потенциал. Мы их консультируем. Некоторые страны НАТО на основе двусторонних соглашений предоставляют свою поддержку, в частности, обучают вашу армию. Но НАТО не имеет в своем распоряжении оружие. Страны-члены альянса должны сами решать, будут ли они поставлять Украине оружие, в том числе и летальное. Но это не тот вопрос, который решает Альянс. Из разговора с генсеком НАТО и в кадре, и за кадром я понимаю, что происходит в нашей стране, он знает отлично, до деталей. А нынешний вызов для альянса – это и его личный вызов. Сможет ли военный блок, который он возглавляет, реализовать новую стратегию, не допустив при этом новой холодной войны? И сможет ли он поддержать тех, кто просит помощи? Помощь НАТО нужна стране еще и потому, что в зоне АТО уже которую неделю обстрелы. Вот только за минувшие сутки. По официальным данным, трое наших ребят погибли, еще 16 военнослужащих ранены, в том числе тяжелоконтужены. Насколько сложная сейчас ситуация, узнаем у Вениамина Трубачева. Он в Донецкой области, в зоне АТО. Коллега, тебе слово. Дмитрий, на этой неделе на фронте стреляли особенно сильно. Действительно, украинская армия практически ежедневно несет потери. Есть убитые и раненые. Боевики гораздо активнее, чем еще несколько недель назад используют тяжелую артиллерию. Только за минувшие сутки противник 51 раз обстрелял позиции военных. Снаряды взрывались вблизи таких населенных пунктов, как Широкино, Толоковка, Чермалык, Новотроицкая, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Зайцево, Луганская и Станица Луганская. Как видно на карте, бои идут по всей линии фронта. Боевики обычно ведут огонь в ночное время, когда на передовой, на линии фронта нет международных наблюдателей. Они не могут зафиксировать сам факт обстрелов. Военные остаются на своих позициях, но тяжелых вооружений у них нет. Они отведены и отстреливаться приходится пулеметами и гранатометами, которые малоэффективны против артиллерии боевиков. Работал 120-й калибр, работал 152-й калибр. Били прицельно они. Начали срабатывать стрелкотней. После чего начала работать артиллерия. У нас нет чем достать артиллерию. Она сдалека работает, сдалека набьет. Мы против этого ничего сделать не можем. Только стоять и держать оборону. Я скажу так, что видно, что с той стороны зашли россияне, потому что более точно они применяют свою артиллерию. То есть оно видно, когда работают, так сказать, ДНР, то есть те же шахтеры, то есть они не научены. И видно, как работают именно профессионалы, те, что всю уже с этим занимались. В частности, на этой неделе военные зафиксировали, что боевики стреляли из самоходных артиллерийских установок «Акация». Это 152-мм гаубица. Для понимания, при прямом попадании такого снаряда даже в хорошо укрепленный блиндаж шансы выжить минимальные. Также боевики впервые за долгое время начали использовать град «Партизан». Это переносная реактивная пусковая установка. Осколки от таких снарядов разлетаются на десятки метров. И успеть спрятаться довольно сложно. Военные отмечают, что обычно обстрелы начинаются, когда в небе появляются беспилотники. Вероятно, огонь боевики корректируют с помощью вот этих вот дронов. Они обычно идут на таких высотах, что сбить их практически невозможно. Можно ожидать прилета в любое время, в любую минуту. В основном это все начинается ночью. Бывает под утро нередкие случаи, когда уже расцвело. Когда люди уже, скажем так, начинают более двигаться, начинается какое-то движение. Бывает прилетает и под утро. Несколько дней назад работали ствольная артиллерия. Обстреливали около Невильску. Стоят на предельной дальности. Работают из Донецка и из жилых кварталов в основном. Нынешнее обострение ситуации военные объясняют приближением очередных минских переговоров, которые должны состояться в среду, 13 июля. На передовой уже уловили тенденции. Накануне встреч в Минске всегда обстрелов значительно больше. На этот раз содержание этих переговоров особенно серьезное. Стороны должны согласовывать официальную линию разограничения. Дмитрий. Да, коллега, спасибо, понятно. Вениамин Трубачев был с нами на связи из Донецкой области, из зоны АТО. А вот на фронте такая ситуация. Но стоит тут понимать, что вот это обострение, о котором мы только что с вами говорили, возможно. Возможно, оно не само по себе, а лишь прелюдия. Подготовка почвы к переговорам, которых так многие ждут. Заседание Совета Россия-НАТО пройдет в Брюсселе уже в ближайшую среду. И если громкие заявления, сделанные сейчас в Варшаве, тоже можно рассматривать, вот как определенное вступление перед разговором с Москвой, то и усиление стрельбы на Востоке, увы, может быть связано с предстоящей встречей. Саммит НАТО ведь закончился, но история на этом не заканчивается. Продолжение. 13-го числа. И оно не менее важно для Украины, ведь это уже официально сообщили. Речь пойдет об имплементации минских соглашений. К этому заседанию не только Брюссель, Киев и Москва присматриваются, но и Берлин. Вот сегодня министр иностранных дел Германии заявил, цитирую, «Германия готова вести конструктивный диалог с Россией». Главный дипломат Германии при этом отметил, что предстоящее заседание Совета Россия-НАТО даст шанс разъяснить Кремлю принятые альянсом решения. Что это означает, узнаем уже через несколько дней. В Брюсселе за этими переговорами будут следить наши корреспонденты. Здесь мы должны все-таки прерваться на 10 минут рекламы, после чего вернемся в студию, поговорим с Парижем, узнаем, что происходит там на футбольном чемпионате. Ну и еще вот о таких темах поговорим. Португалия, Франция. Финал чемпионата. Прямые включения из Парижа. Тачки и дачки. Кто и как будет их прятать? Политики и чиновники станут по-новому декларировать доходы. Черный дыр. Почему не находят угнанные машины? Прямые включения из Парижа. Блицкрики спецназа. Аресты отцов санкарной мафии. Эксклюзивные подробности от главного военного прокурора. Португалия, Франция. Финал чемпионата. Прямые включения из Парижа. Тачки и дачки. Кто и как будет их прятать? Политики и чиновники станут по-новому декларировать доходы. Черный дыр. Почему не находят угнанные машины? В расследовании программы. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Мы возвращаемся в прямой эфир. И снова начинаем с одной из главных тем дня сегодняшнего финала чемпионата Европы по футболу. Моя коллега Светлана Чернецкая прямо сейчас в Париже за всем наблюдает. Она около самой большой фан-зоны, которая расположена на Елисейских полях. Ну вот прямо возле Эйфелевой башни. Свет, говорили, что должно прийти 100 тысяч болельщиков. Вот ты все видела. Собрались уже? Ну, я вам скажу, что цифра точно будет больше, чем 100 тысяч. Вот мы видим, что поток людей сюда, в центральную фан-зону, не прекращается ни на секунду. Тысячи и тысячи людей идут сюда. Вот сама фан-зона, в ней она рассчитана на 92 тысячи людей. Это даже больше, чем на стадионе Стаде Франс. Но уже видно, что люди занимают все возможные близлежащие территории. Очень много людей уже расположились в кафе и ресторанах. Все ждут начала этого решающего матча. Ну и я скажу, что по подсчетам у ЕФА этот финальный матч Евро-2016 будут смотреть где-то 300 миллионов людей по всему миру. Ну и мы, конечно же, следим за ситуацией на стадионе Стаде Франс. Там через час уже начнется матч. И там зрители уже активно занимают свои места на трибунах. Тоже меры безопасности усиленные. Тем более, что там сегодня ждут двух высоковлиятельных гостей. Это президент Франции и президент Португалии, которые будут из трибун смотреть за игрой своих национальных сборных. Ну и, конечно же, болеть за них. Дима. Коллега, спасибо. Но я понимаю, что у вас очень много новостей, очень много эмоций за Парижем. Мы будем следить за тем, что там происходит. Но вот вы видите, в прямом эфире постоянно наш корреспондент. Еще к Светлане Чернецкой вернемся. Ну а сама игра в 10 вечера. Так что вы успеете увидеть все новости. Я успею с вами попрощаться. Ну и потом, кто будет смотреть футбол, тот будет смотреть футбол. Ну а мы все-таки о политике. Пока что ненадолго. Увы, нас с вами снова ждет день выборов. Причем уже через неделю. Ну, к счастью, выборы пока что промежуточные. А не те досрочные, о которых политики столько говорят. В следующее воскресенье пройдет голосование в семи округах. Днепр, Херсон, Чернигов, Луганская, Волынская, Ивано-Франковская, Полтавская области. По разным причинам. Вот там уже долгое время нет своих представителей в парламенте. И теперь, ровно через неделю, за мандаты будут бороться более 300 человек. Самой грязной пока что оказалась предвыборная кампания в Северодонецке. Это Луганская область. Там избили главу окружной избирательной комиссии Евгения Байрамова. Избили прямо около дома. Полиция начала расследование. В комиссии Байрамов представлял оппозиционный блок. И представители этой партии заявляют, что это нападение было попыткой ударить и по их кандидату в округе. В каком состоянии Евгений Байрамов? Вот прямо сейчас давайте узнаем у Александра Вилкула. Он с нами появился на связи. Народный депутат от оппозиционного блока. Вечер добрый. Скажите, ну вот были новости о том, что Евгений Байрамов в результате нападения потерял зрение. Это действительно так? Евгений Байрамов, председатель окружной избирательной комиссии от оппозиционного блока, был жесточайшим и циничным образом избит у себя возле подъезда, избит кастетами, избит трубами. У него лопнуло глазное яблоко. Он перенес в Харькове несколько дней назад две тяжелейших операции. И непонятно, будет ли восстановлено зрение или нет. Сейчас он вообще ничего не видит. Скорее всего, надо будет серьезные операции еще проводить за границей. Оппозиционный блок требует, очень серьезно требует, от руководителей силовых органов, просит руководства страны разобраться с этим вопросом и обеспечить безопасность проведения выборов на этой территории. Хорошо, но в Днепре как проходят выборы, как кампания проходит избирательная? Не чужой вам город, да? Вот я, насколько помню, ни одна еще кампания не была чистой, спокойной и прозрачной. В этот раз все цивилизованнее? В Днепропетровске по многим параметрам такой уже полный верх цинизма. Вот какая здесь в Днепропетровске ситуация? Есть кандидат от власти, от той власти, которая довела людей практически уже до обнищания. И есть кандидат от всех оппозиционных сил. Это Загид Геннадьевич Краснов, он лидер партии Громадска Сыла, то есть он не член ОПО Блока, но его поддерживают. И избиратели оппозиционного блока, и избиратели многих других политических партий, которые находятся сегодня в оппозиции к действующей власти. И, соответственно, начинаются и продолжаются вот эти грязные манипуляции. Начиная от того, что срезают бигборды от имени Краснова, делают лживые листовки, и заканчивая циничным давлением на его семью. То есть уже на семью начали давить, чтобы хоть каким-то образом как-то помешать победе. Вот сейчас в город завозятся сотни людей из Киева, из Волыни, которые должны стать членами комиссии. Наверное, это тоже риски фальсификации. Ну, мы будем бороться для того, чтобы в первую очередь правда восторжествовала, и мы будем бороться за людей, за выбор людей. Понятно, спасибо за эту информацию. Ну, вот такая ситуация там, где уже через неделю пройдут выборы, ну и предстоящая неделя тоже явно будет непростой. Ну, а эта неделя вся прошла под темой янтаря. Громкая тема, о которой новости Интера так долго, так много говорили. Сейчас за нелегальный янтарный бизнес, похоже, взялись всерьез. Уволен прокурор области, его зам арестован, мол, именно он и крышевал незаконную добычу янтаря. Цепочка от него потянулась дальше к людям с большими корочками и большими погонами, работающими и в СБУ, и в МВД, и так далее, и так далее, и так далее. Вот как построены черные схемы, в этом разбиралась Инна Белецкая. Без слухов и намеков, с шумом, но быстро. Спецоперация Янтарь, прокуратура, СБУ, полиция. Свои задерживают своих же. Мы попытаемся разобраться, как годами выстраивались схемы по нелегальной добыче янтаря. Это заместитель прокурора Ривенской области Андрей Боровик. По версии следствия, он главный в цепочке от добычи до переправки янтаря за границу. При обыске у него находят коллекцию часов на несколько сотен тысяч долларов. А это уже задержание подполковника контрразведки СБУ Федорука. По версии следствия, он правая рука зампрокурора. О том, что был замешан в темных делишках, оказывается, нагадывались и раньше. Только вот почему-то не задерживали. Дальше по схеме два полицейских родзины Смоленец. Это сейчас они не прошли аттестацию. А раньше, прикрываясь курочками, занимали свое денежное место в янтарной мафии. Давали разрешение выезжать или нет обычному старателю добывать солнечный камень. Но самое поразительное, вместе с правоохранителями промышляли и криминальные авторитеты. Одного из них, по прозвищу Ушатый, задержали в столице. Лидеры местных криминальных угруппаний позволяли организовывать взаимодействие между работниками органов, владельцами и правоохранительными органами, и, соответственно, копачами. 850 долларов за один выход с помпой таксу, которую платил обычный копатель. На этой неделе прошли 123 обыска у 32 фигурантов дела. Но задержали лишь пятерых. Обыски прошли и у главы администрации. Сегодня все открещиваются, мол, к схемам отношения не имели. Кто в этой крыше будет? Там разные клички, разные погоняло. Какие-то ушатки, какие-то кепки, какие-то морды. Мафия не зачеплена. Эти погоняло, как совсем не литературно высказался чиновник, на полесье у всех на слуху. Народный депутат, автор законопроекта о легализации добычи антаря, говорит, даже после молниеносной спецоперации осталось много вопросов. Были много вопросов, связанных и с губернатором. Большие деньги всегда привлекают больших акул. Мы попытались связаться с бывшим губернатором Чугунниковым, о котором говорит нардеп Розенблат. Ответом не получили. До сих пор непонятно, почему на этой неделе задержали только одного криминального авторитета, если в нелегальном бизнесе по добыче антаря крутились сразу несколько. Мы связались с дядей Федором через посредника. И вот, что нам ответили. Я на него дозвонив, он сейчас находится за кордоном. Но он сказал, что это передай людям, что я, скажем, сплетни не собираю. Я в результате этой темы ничего не могу сказать. И глава СБУ, и генпрокурор обещают, главные кабинеты правоохранительных органов Ривненской области займут приезжие из других областей. Пока же назначили местных. После представления у журналистов сразу возникли вопросы, например, к его прокурору области. Правда ли, что у него есть родственные связи с теми, кто причастен к нелегальной добыче антаря? Об этом просто гудят социальные сети. Пока в кабинетах перестановки, в селах работа кипит по-прежнему. Может, уже не в тех масштабах. Но вот, что мы увидели. Следы свежие. Янтарь здесь добывали уже после операции спецназа. В соцсетях бурная переписка. Одни празднуют победу над конкурентами, другие жалуются, нужно искать новую крышу. Ведь аресты и обыски – это ЧП областного масштаба. А ниточки, говорит нардеп Розенблат, ведут в столицу. Помпа в день, которая работает, обеспечивает 650 долларов выручки для тех людей, которые взяты в Киеве. Работает 60-70 помп. Вот посчитайте, сколько в день идет денег наверх. Янтарь – это слишком прибыльно, чтобы напугать спецоперациями. По разным подсчетам, мимо бюджета в чьи-то карманы уплывают почти полмиллиарда долларов в год. Законопроекты о легализации добычи пылятся в Верховной Раде. Принять их означает кому-то потерять стабильный доход. Поэтому даже после приезда спецназа СБУ в янтарных районах, не прячась, перевозят бомбы и экскаваторы. А местные жители не спешат искать работу за границей. Ведь завтра в сапогах и сачком в лес добывать янтарь. И не так уж важно, кому платить за право работать. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности недели. Телеканал «Интер» из Ривненской области. Одна ли это такая громкая операция? Или государство всерьез настроено перекрыть все схемы по незаконной добыче янтаря? Прямо сейчас зададим этот вопрос. Главный военный прокурор Анатолий Матиоз сам участвовал в этой операции. Ну и одновременно хорошо знает все детали того, как настроены наверху. Ну вот, что он рассказал подробностям недели. Прога подготовки операции знали шесть человек. Начальник СБУ, перший заступник, министр внутренних справ, начальник департамента, кінцеву мету, я и следствия. Тобто коло было надзвичайно обмежено. Мені прийшлося разом з оперативниками проживати в Ровенській області в таких спартанських умовах півтора доби до початку операції. Для чего це було потрібно? Оскільки ніколи за історію всієї прокуратури, заступника прокурора області, не затримували застворення злочинної організації для усунення і можливих эксцессій, в тому числі можливого бунту і підтягування тих, хто сприяв або побирав оцех так званих кріпаків, які видобувають незаконно буштин. Прийшлося їхати. Особисто затримання прокурора області, обшуки кабінету проводив я особисто. І якщо говорити про складності самої операції, то слідчу групу оточило біля трьохсот чоловік, які робили спробу вчинити самосуд на слідчу групу. Той, у кого проводився овшук, він врахувався якби батьком цієї місцевості, який дозволяв жити, працювати, отримував за це кошти, слідство здобуло докази, це є документальні дані, всю бухгалтерію надходження коштів. Кожен день, скільки виїхало помп, скільки кріпаків, там так і записано біля помпи, скільки з кожної помпи отримує той чи інший представник СБУ, Нацполіції, внутрішньої безпеки Нацполіції, прокуратури, прокуратури району, місцевого саморядування, лісники і так далі. Це спрут, який неможливо усіхти, там немає влади, вся влада корумпована наскрізь, проводилися овшуки у 14 райдержадміністрації, ну це півобласті. Тільки за даними слідства, з тих матеріалів, які оце тільки слідство пішло в активну фазу публічно, процесуальну, всім затриманим, арештованим інкримінується отримання хабарів, хто моє посадове становище, у розмірі 1 мільйон 300 доларів США. Видобуток і отримання незаконної винагороди на всі ці органи, які акумулювалися у збирачів коштів, у нукерів так званих, і у тих, хто розпреділяв ці кошти, потім у всіх суміжних, так скажімо, правоохоронних колегах, складав тиждень для цієї групи від 20 до 120 тисяч доларів в тиждень. У кожному окремому випадку розмір поборів з Копачу визначав заступник прокурору області. З кого брати 600, з кого брати 750, кому роздавати 100, кому 50 і так далі тому подібне. На другий день появились ходоки, які говорять, ми все вирішили, ми це спеціально зробили, щоб звільнити місце, працюєте тепер з нами. І тепер кожен володілець помпи не розуміє, анархія наступила, чи нова криша приїхала. Хочу сказати всім, дахування і отримання хабарів за незаконний промисел, відрахування з кожної помпи на правоохоронну вертикаль більше не буде. Ми не йдемо за людьми, які потерпають від недостатку економічного добробуту, які вимушені жити тільки за рахунок вчинення незаконних дій. Це має відрегулювати держава. А от ці упері, які вичавлюють цю копійку тяжко зароблену на здоров'ї незаконними діями, вони повинні сидіти. Не буде табу для своїх. Ні в Міністерстві внутрішніх справ, ні в Службі безпеки, ні в прокуратурі. Це нарада зафіксувала на рівні перших осіб. Я був присутній, коли всі керівники перших органів, є рішення РНБО і листи інформації з адміністрації президента, де описуються ці всі жахливі ситуації. Але рішення прийнято стратегічно на рівні перших осіб правоохоронних органів. Табу, амністія, покривання або замовчування тих чи інших речей, які сприяють цьому незаконному видобутку, більше не буде. І ще один громкий арест недели, міністерського масштаба, между прочим. Во время получення взятки задержан заміститель міністра здравоохоронення Роман Василишин. По данному следстві, він каждую неделю получав от 50 до 100 тисяч гривень. Во время обыску у Василишина нашли 50 тисяч доларів, пару тисяч евро, 320 тисяч гривень. Суд арестовал замістителя міністра с возможностью выхода под залог. Задержали також його подельника, врача, который і передавал деньги наверх. А вот я держу в руках декларацию замістителя міністра здравоохоронення. Роман Василишин в 2014-м, ну вот його, собственно, рукой заполнено, заработал всього 372 тисячі гривень. Жил він тільки на одну зарплату і на доход от преподавательської діяльності. І вот саме інтересне, у нього є, ага, воно здесь указано, паркомісто, але машини не. Ну, якщо б Василишин не попав за решетку, йому в августі прийшлося б заполняти нову декларацию за 2015-й год. Верховна Рада недавно приняла закон об електронному декларуванні, на ньому настаивали в ЄС. Мол, це обязательні услови для получення безвизового режима. І вот главна особня – тепер, начиная з этого року, будуть контролювати не тільки, скільки заработал, ну і скільки потратив чиновник. Щоб такі, як Василишин, не могли в цій декларації одні прочерки поставити. Елена Механик об цьому детальні. Вилы, автопарки, самолёты, яхты. Вычислять тех, хто живёт по-богатому при скромных зарплатах, в августі будуть по-новому. Українське ноу-хау, електронні декларації, ещё ніхто не видел, але все о них знают. Що з цим делать, пока в растерянністі. Ми не розуміємо взагалі форму анкеты на сьогоднішній момент. Це величезна проблема, тому що я не розумію, що на ЗК повинно ще выдумувати, чому наприлюднити форму анкеты. Наша съюмочная група – первая, кого пускають в этот аскетичний кабінет. Видите, какой кабінет? І роботаємо. Руслан Радецкий – тот, хто запускає електронне декларування в жизнь. Це силна рад, на яких ми кожен день проводимо зранку на раду. До декларування осталось всего нічого, а в агентстві ещё штат набирають. Як же буде выглядеть сама електронна декларація, пока не показують, мол, для безопасності. Политики, міністры, прокуроры, суді – вони первими должны заполнить електронні декларації. Рядові чиновники – только со следующого року. Безусловно, я готов, я уверен, що більшісті мої колеги тоже готові. Депутатам є за що волноваться. Вспомінать придётся всё, даже бабушкіну стару антикварну лампу. Але пока некатори навіть не можуть вспомнить, скільки стоїть собственна машина. На своїй машині приїхали? Да. В мене в декларації написано. А скільки вона стоїть? Я не знаю, посмотрите, їй вже 5 лет. За провалы в пам'яти при заполненні електронні декларації можна буде угодити за решетку. Якщо найдуть незадекларованні більше 345 тисяч гривень. Срок светит два года. І головне, фінансові аналитики тепер змогуть считать не тільки, скільки заработал, но і скільки потратил. І якщо бухгалтерія не сойдеться, тож придеться готовитися к неприятностям. Зарплата всього нескільки тисяч гривень, а імущество на сотні тисяч доларів. Щоб уравняти доходи і расходи в декларації, роскош прячуть чи маскирують. Наприклад, машина. Собственні автомобілі чаще всього оформляють як арендованні. Від стоїть внедорожник, купленний себе, любимому, или сразу несколько, а по документам все чужі. Вот і виходить. Віді вроді бі є, але їх як бі нет. Машини преміум-класси не тільки вдоль обочин Верховной Рады і Кабміна, елітних авто з модними номерами, полно на парковках і рядом з судами, і возле прокуратуры. Даже генпрокурор диву дається. Впечатляють і автомобілі, і особняки. Зам'ятник генерального прокурора Валентина Теліченко живет в пригороді Києва. Удивлення от соседського прокурорського іменя не скрыває. Іду, зустрічаю бабуся, я питаю, що це у вас тут будинок відпочинку. Та не, кажуть, там прокурор живе. Спрятати огромний дом на деле тоже не составляє труда. В деклараціях больших людей сплош і рядом. Крошечні квартирки, але вообще никакого жилья. А особняки, в которых днюють і ночують їх семейства, оказываються собственностю каких-нибудь небедних родственників. Ну а якщо родню не підключають к игре в прятки з недвіжимостю, викручуються по-другому. Реєструють право власності на землю, на земельну ділянку. І не вказують всі будівлі, які там є, для того, щоб зменшити вартість об'єктів. Шикарно, жити не запретиш не тільки в столиці, но і далеко від нього. Дана вулиця в нас в Умані має назву неофіційну. Вулиця Дем'яна Бідного, адже тут живуть самі бідні люди Умані, прокурори, колишні СБУшники. Местний активист показывает дом, хозяева, а на судья он зам прокурора города, который попал в рейтинг самых богатых прокуроров страны. Особняк не достроен, а значит и в декларации его нет. Как так, пытаемся выяснить у самого прокурора Руслана Резника. Взновисты не встречались. Эпидемія забывчивости косят ряды госслужащих. В прессу просочилась история главного люстратора страны Татьяны Казаченко. Дескать, в декларации за прошлый год она забыла указать сразу несколько объектов недвижимости. В Николаевской и Херсонской областях. Одни прячут дома, другие прячут под домами. Например, как бывший первый замглавы Николаевской обл. администрации. Разве декларировал Романчук сеть тоннелей с деньгами и золотом? Вряд ли агентство, которое занимается электронным декларированием, будет копать так глубоко. Скрывают и антиквариат, и картины. Например, заключают договор с каким-нибудь благотворительным фондом и якобы дарят ему красоту такую. А потом получают право на хранение произведений искусства от этого самого благотворительного фонда у себя же дома. Ну а золото бриллианты в декларацию не вносят, потому как к этому находят простое логическое объяснение. Впрочем, как и шубы. Например, просто взяла поносить у подруги. Помимо прочего, в новой электронной декларации в обязательном порядке потребуют предъявить не только деньги на счетах, но и наличку, как в известном фильме «В квартире, где деньги лежат». У меня наличка на какие-то там домашние расходы максимум. Это я не знаю, сколько жена знает. У меня шесть кредитных карточек на все случаи жизни. Проверить правдивость нардепов, судей, прокуроров, министров можно будет даже и не глядя в декларацию. Скоро увидим всплеск рынка лизингов и аренд в нашей стране, который никоим образом не будет связан с реальными услугами, а будет связан именно с тем, чтобы укрыть свои доходы. Правда, и сама общественность со следующего года рискует попасть под электронное декларирование. Минфин хочет проверить на честность всех украинцев. Даже законопроект в Раде такой уже есть. Только еще за него депутаты проголосовать не успели. Елена Механик, Наталья Неделько, Олег Решетняк, Олег Неведомский. Подробности недели, телеканал «Унтер». Ну и если борьба с коррупцией все-таки чувствуется, мы, по крайней мере, каждый день слышим о новых задержаниях, то вот с бытовой преступностью все намного хуже. Об угонах только и разговоров. Ну, вы сами слышали, что дома, что в транспорте. И одна из самых обсуждаемых сейчас тем – крадут все, что только могут. Только в одном Киеве за сутки угоняют 10-15 машин. А находят только одну из десяти. О черных дырах черного автобизнеса. Алла Матюшок. Из гаражей, парковок и даже из дворов полицейских управлений. Границ по автоворов, кажется, уже не существует. Угнали бронированный джип, на котором разъезжал губернатор Саакашвили. Инфинити – заместитель министра экономики Нефедова. Даже «Лексус» композитора Константина Меладзе своим вниманием не обошли. Только представьте, за год угнали 20 тысяч машин. А сколько же нашли? Выбежал, обнаружил, что машины нет. Шок был. Самый настоящий шок. Не описать словами. Ее поставили во дворах, около трех километров отсюда. И когда приехал, увидел, просто обалдел. Он был в спортзале. Престижная БМВ под окнами. За ней специально охотились. Ключи украли просто из шкафчика. Искали патрульной полиции. Ну как искали? Проехаться где-то по улицам, да. Никто, конечно, не заезжал во дворы и не смотрел. А не мешало бы. Иномарку бросили, как говорят, на отстое практически в соседнем дворе. Люди неравнодушные. Перепост делали. Мои печальные новости. И как бы увидел один человек. Машину во дворе. Совершенно случайно. Александру повезло. А вот Игорю нет. Хотя он тоже надеется на силу Фейсбука. Пострадавшие уже объединяются в группы. Историй как под копирку. Полиция искать не торопится. Заявление приняли все. А там что, как произошло по факту, чтобы зацепиться за какие-то детали и просмотреть видеокамеры. Никто этого не делал. Пост полиции на выезде из Киева. Сработала сирена. Камера наблюдения зафиксировала автомобиль с ориентировкой. Чаще всего попадаются те, кто не заплатил по кредиту. Угнанное авто заметить не удалось ни разу. Инспекторы говорят, воры первым делом меняют номера. Шансы найти машину увеличиваются, если сразу после угона объявить план перехват. Сегодня было по Митсубиши. Я особенно заплатил до 15. Дуже великий поток транспорта, вы же бачите. Но все нереальные. Сейчас в базе угонов тысячи автомобилей. Все марки и модели. Нема жодной модели, яка бы не была выкрадена. Вы зрозумели? За год количество угонов выросло в четыре раза. Только в Киеве угоняют до 15 автомобилей в сутки. А вот находят лишь один из десяти. По второму, начинают недостаточно ресурсы, недостаточно комплектации, личный состав, недостаточно, недостаточно. Любой угон разыгрывается как по нотам. Работает обычно целая группа. Сценарий в зависимости от ситуации. 15 минут и ваше авто уже далеко. Или на отстое во дворах, или под замком. Гаражи здесь зачастую угонщики прячут автомобили. И если уже загнали в бокс, ищи пропало. Отсюда машина либо выйдет к новому собственнику, или ее вовсе разберут на запчасти. Машины среднего класса, или на запчасти, или под документы разбитых так называемых двойников. Просто перебивают номер кузова. Есть спрос даже на Нивы и УАЗы. Их отправляют в глубинку. Но в основном охотятся на авто подорожем. Те, которые стартуют с 25 тысяч долларов. Эпидемия угонов элитных машин развернулась, когда на Донбассе началась война. Завдяки появивших черных гир, самопроголошенных ЛНР и ДНР, где в большей кількости свои седают угнанные автомобили с территории Украины. В ДНР відпрацована схема их транзитного перегону на территорию Российской Федерации, зокрема на Кавказ. Целые потоки элитных машин через серую зону АТО за полцены идут за границу. Новый маршрут через Крым. Шансов, что машина вернется к своему хозяину, немного. На оккупированных территориях осталась база ГАИ и оборудование для изготовления тех паспортов и номеров. Сделал новые документы и ничего перебивать не нужно. Все упрощает и то, что в Крыму переходят на российские номера. А в псевдореспубликах появляются свои. Бывший оперативник Валерий Кур приоткрывает завесу и рассказывает, по чьим прикрытиям работают автоворы. Существуют группы, которые работают чисто под силовыми структурами. Коррупция, взяточничество. В МВД признают, некоторые полицейские действительно задействованы в схемах. Но при этом говорят, сколько ни лови угонщиков. Они почему-то чаще всего оказываются на свободе. Люди за угоны, если раньше их арестовывали, то сейчас у нас были залоги по 30-50 тысяч гривен. То есть с учетом того, что машина стоит 2-3 миллиона угнанная. У нас есть случаи, мы задерживаем второй-третий раз. Пока есть спрос, будут и предложения. Если автомобиль заказали, Нива, Таленд Крузер или эксклюзивная Ламборгини ее уведут. Вопрос только во времени. И шанс найти один к десяти. Алла Матюшок, Сергей Килимник, Даниэль Косаковский, Иван Ермаков и Наталья Неделько. Подробности недели. Телеканал Интер. Телеканал Интер. На три года. Если же нетрезвым человек сядет за руль дважды в течение года, тогда уже светит 41 тысяча штрафа и 10 лет без возительских прав. В соцсетях сегодня обсуждают не только новые штрафы, не только эти цифры, но и ДТП в Харькове с участием полицейских. В центре города в 4 часа утра столкнулись три машины. В одной из них находился полицейский патруль. Этот автомобиль врезался в москвич, который ехал на зеленый свет. Ну а москвич уже столкнулся с еще одной машиной. Его выбросило на тротуар. Два пассажира погибли на месте. Еще пять человек получили ранения. В том числе и двое полицейских. Расследование ведет прокуратура. И снова к главному событию дня. Уже через полчаса начнется матч между командами Франции и Португалии. Финал Евро-2016. И Светлана Чернецкая, наш корреспондент. Все это время на связи со студией из Парижа. Да, Свет, вечер добрый. Спасибо, что присоединилась. Хочу спросить сейчас не столько о французах и португальцах. Ну понятно, что они приехали. Приехали болеть за свои команды. Об украинцах спрошу. Вот они и есть сегодня на стадионе. Наши флаги, наши кричалки, наша атрибутика. Видно что-то? Вы знаете, как неудивительно. Но действительно, вот в этом непрекращающемся потоке португальских и французских флагов мы действительно заметили несколько украинских. Здесь действительно слышна украинская речь. Люди подходят, здороваются. Но, конечно же, главный вопрос, который всех интересует, поскольку украинская сборная вылетела из турнира. Конечно же, кто победит в этом решающем финальном матче? У кого больше шансов? Ну и, если быть откровенными, то французы, конечно же, в более комфортных условиях. Они играют дома. Дома и родные стены помогают. Тем более, что действительно на стадионе Stade de France, по статистике, французская национальная сборная не проигрывала ни одного решающего матча больших турниров. Ну и, тем более, французы уже дважды становились чемпионами Европы, в отличие от португальцев, которые только единожды доходили до финала. Ну и вот это их второй шанс в истории. Говорят о том, что сегодня стоит ожидать очень яркую и интересную игру от Криштиану Роналду. Это для него очень личный вызов. Как игрок клубов Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед, он приносил очень много титулов и трофеев своим клубам, но никак не мог принести никаких наград национальной сборной своей стране. Поэтому, конечно же, будет стараться изо всех сил. Ну и ему также в помощь придет очень сильный также игрок. Это центральный защитник Пепа. Он не участвовал в матче с Уэльсом. У него была травма бедра, но пообещал, что сегодня выйдет на поле и покажет свою традиционную жесткую игру. Так что игра обещает быть очень интересной. Ну а я предлагаю послушать. Мы пообщались с болельщиками обеих команд и что они думают, каковы шансы на успех. Это финал, о котором можно было только мечтать. Мы португальцы, но родились и живем в Париже. Очень надеюсь, что Португалия выиграет. Особенно радует, что после событий, которые произошли в Париже в ноябре, здесь позитивная атмосфера. Люди радуются. Атмосфера просто фантастическая. Но выиграет, конечно, Франция со счетом 2-0. Мы самая крутая команда. Коллега, с мерами безопасности, насколько легко можно пройти, к примеру, фан-зону, около которой вы находитесь? Сколько барьеров необходимо преодолеть? Или можно просто с улицы прийти и стать частью всего происходящего? В принципе, попасть в фан-зону можно только по билетам, поэтому люди оккупируют все возможные прилегающие территории. Но если сказать, насколько сильны меры безопасности, то они повышены, они очень сильны. Но вот чтобы ощущать особо, то они не очень ощутимы. И вот даже то огромное количество полицейских, мы уже говорили о том, что столица патрулирует более 5000 полицейских, вот оно совершенно не напрягает. Наоборот, успокаивает. Еще слишком свежа тарана прошлого ноября, когда от рук террористов погибло 130 людей. Поэтому, конечно же, лучше, чтобы полицейских было побольше. И когда видят здесь полицейские машины, их только приветствуют, потому что все-таки безопасность прежде всего. Это все у вас, коллега, да? Ну, спасибо большое. Будем следить. Наверное, и вы во Франции, и мы здесь, в Киеве. Практически полчаса остается до матча. Ну и в Киеве уже по телевизору этот матч будет смотреть премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Его самолет приземлился в Борисполит чуть более часа назад. Официальный визит, визит, который продлится два дня. В ходе этого визита должны подписать соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. Ну, это первый визит Трюдо в Украину. В ноябре прошлого года он стал самым молодым главой правительства Канады. Ему всего 44 года. И человек, скажу вам, в своей стране невероятно популярный. Только потому, что очень простой и очень открытый. Спросили его недавно журналисты. Оказалось, что он знает даже принцип работы квантового компьютера. Занимается йогой. Носит патриотического цвета носки. Танцует индийские танцы. И даже удостоился шутки от королевы Елизаветы Второй. Во время их встречи строгая королева рассмеялась и отшутилась. Да, даже такое бывает. Вот такие у нас сегодня подробности недели. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что доверяете. И встретимся в следующее воскресенье ровно в 8. Субтитры создавал DimaTorzok